И потом, знаешь, как бы бывают вот эти моменты. Слава Богу за моменты, где ты можешь просто остановиться на какой-то остановочке и вспомнить все, что было. Вы знаете, это уникальная дорога. Я понимаю, нас многие ненавидят. Именно из-за нашей оригинальности и неповторимости. Большинство людей, которые нас смотрят сейчас, они даже под запретом, чтобы сюда прийти, но мы верим, что-то меняться будет. Дух религии не сможет контролировать. Мы будем биться до победы, семья. И все вы под контролем смотрящие нас. Вы будете свободны. Я знаю, ты хочешь быть здесь. Но ты под контролем рабства религии. Свергни это. Это не твоя жизнь, это не твое будущее. От меня откажутся. Откажутся рабы. Ты слышишь меня? Я хочу жить свободно. О, дорогие мои, это не просто церковь. Мы с вами движение. И неважно, сколько приходит, не приходит, нас знают, нас видят, за нами следят. И хочешь, не хочешь, каждая капля, если не остановится, сделает свой удар. Не останавливайся. Вы знаете, сегодня я хотел... Давайте поприятствуем тех, кто с нами. Добро пожаловать тех, кто в онлайне. Спасибо вам, дорогие, что вы с нами. Знаете, сегодня я хотел, наверное, немножко вернуться в истоки, в мое начало. И вы знаете, я хотел сегодня поговорить о теме, об откровении, которое мне пришло в самом начале моего пути. С чего все началось в жизни Андрея Шаповалова? Я хочу поговорить о первом откровении, которое Бог дал мне перед тем, как я вошел в служение. И эта тема называется Шедевр Бога. Вы знаете, я, как и все миллионы людей, которые находятся в религии. Я сидел и кис на заднем ряду. Только мечтая или осуждая, но никогда ничего не делая. Вот если бы я был там, я так не сказал бы. А, эта девушка что-то совсем не то одела. Боже, какой ужас. То есть это было мое служение. Было, знаете, было осуждение последнего ряда. Я был в этом служении. И я там сидел, и я наблюдал за всеми. И потом Бог начал говорить ко мне. Перед тем, как еще было даже встреча с Иисусом. Бог просто проговорил ко мне. Он говорит, я сделал тебя шедевром, я умоляю тебя, не умри копией. Вы знаете, иногда ты живешь в жизни и ничего не видишь, пока Бог тебе не покажет. Вы знаете, в один прекрасный момент я сидел на своем последнем ряду в большой пятидесятнической церкви. И здесь Бог начинает говорить ко мне. Это был голос еще очень незнакомый. Пришло чувство посмотреть вправо, посмотреть влево. И я посмотрел вправо и влево. И я увидел духовными глазами. Сидит масса одинаковых манекенов. Кто-то понимает, что это? Знаете, как вот кто-то из вас был вот в магазине, где манекены не одеты, а они просто в комнате сложены. Поверьте, не было никакого осуждения, была ужасная жалость. Но что меня шокировало, когда я посмотрел вправо и влево на ряду, это еще было много-много лет назад. Это где-то был девяносто второй год. Бог говорит, а теперь посмотри на себя. Что шокировало меня, я был точно таким манекеном, как и все. И вы знаете, внутри меня просто начало что-то рыдать. Все, куда я смотрел, я видел манекены. Я не видел женщин или мужчин, я не видел там повязанных, развязанных, я видел людей, у которых нет идентификации и лица. И Бог начинает говорить ко мне, сын, я сотворил тебя шедевром, пожалуйста, не дай религии с тобой это сделать. И я сидел, как эта кукла. Я смотрел на свои руки, у меня даже пальцев не было, у меня, знаете, как у манекенов, вот эти вот ложечки. И я духовными глазами увидел церковь, я увидел себя, я увидел все, кто были рядом со мной. И Бог говорит, я не только вывожу тебя, я хочу, чтобы ты вырывал оттуда этих манекенов и давал им идентификацию во мне. И моя жизнь, все в моей жизни началось именно с этого откровения. Ты шедевр Бога. До каких пор ты будешь кому-то давать, создавать тебя? Сколько лет ты будешь сидеть вокруг этой тупости, в которой ты участвуешь? Я говорю, Бог, если я сделаю этот шаг, это же будет, на меня сорвется ад. Бог говорит, да. И он говорит, но ты больше не будешь частью этого ада. На одной руке из всех масс из моего огромного родства со мной остались люди на одной руке, я могу посчитать, из моих родственников. Рыгия, но я счастлив. От того момента, с 92-го года по сей день я не приглашен ни на одну свадьбу, ни на роды детей, ни на праздники, на дни рождения, ничего. Я обрезан навеки. Но я больше не манекен семья. Но я больше не манекен семья. Я прошу тебя, не поменяй мнение людей на шедевр Бога. Не поменяй мнение людей на шедевр Бога. Я умоляю тебя, не умри манекеном. Не умри куклой без рта, глаз и пальцев. Не умри формой, которую время от времени хозяин магазина переодевает. И когда они нравятся, он манекенов переодел в другую популярную одежду на данный день. Я увидел всю церковь манекенов, я увидел себя манекеном, и я увидел, что у меня нет воли. Я был во лжи, что она у меня есть, но Бог говорит, а ты попробуй, сделай что-то. Я говорю, Бог, сейчас же, он говорит, ты манекен. Вы знаете, как Дух Святой с тобой говорит, он не говорит с тобой мягкими фразами, он показывает тебе реальность. И внутри меня я просто это откровение получил, я говорю, Бог, не дай мне умереть здесь. И не дай мне умереть вот этим манекеном. Я хочу жизни. Даже если я буду совершать ошибки, это мои ошибки. У манекенов даже ошибок нет. Потому что все одинаковые. Иногда пыль с тебя хозяин магазина снимает. Бог мне задал один вопрос. Говорит, сын, почему людям нравятся оригинальные вещи? Мы немножко говорили об этом. Почему людям нравятся хорошие часы, качественные, знаете, оригинальные? Красивые сумочки, красивую обувь, красивые костюмы. В этом нет ничего плохого, мы любим оригинальные. Бог задает, почему такое большое количество продолжает покупать подделку? Я помню, в Россию приземлился. У меня мозги взорвало, я говорю, Боже, все в Гуччи. Все в Луи-Витонах. Все в таких приколах. И мне пастор говорит, Андрей, это все капец подделка, расслабься. Она ходит в Гуччи, у нее есть нечего, у нее ни машины, нет ничего. А я говорю, в Америке даже толком подделку купить невозможно, но надо сильно работать, чтобы где-то даже найти ее. Потому что здесь, кто и продает подделки, карается по закону, даже этот бизнес закрывают. То есть это надо знать какие-то черные хода, чтобы купить подделку. И Бог не задает, почему мы хотим это, а соглашаемся на это. Потому что то дает тебе статус, подделка дает статус без инвестиций и работы. Кто-то понимает, смотрите, красивые вещи это всего лишь показатель статуса. Поймите, в этом ничего нет плохого. Библия полна людей, богатых в Боге, у которых было все прекрасно, иконницы, и колесницы, но там сердце было к Богу, там совсем другие параметры были. Они не были бедными. И всего лишь когда приходит, я так скажу, зажиточность и богатство, это всего лишь показатель того, кто человек, чего он достиг, кто он. дьявол сделал трюк, зачем тебе проходить через процесс, чтобы потом это иметь, и чтобы люди видели твой успех. Ты можешь сразу купить идею. Ты можешь купить подделку, которая сразу тебе даст удовлетворение чего-то настоящего, но тебе не надо инвестировать. И мы живем в это поколение, семья в духовном мире точно так. То, что манекену подняли руки и одели в современную футболку не говорит о том, что он перестал быть манекен. Я около магазина прохожу иногда и смотрю манекены, крутые манекены. Приодетые манекены. Семья, ну там проблема, он манекен. Ты со мной? Семья, я верю, что вы выходите оттуда, но мне сегодня в 16 лет мне хочется вернуться в истоки моего начала. Почему же много людей при желании приобрести оригинал соглашаются на подделку? Потому что не нужно работать. Иногда люди смотрят на нас и говорят, мы тоже хотим такое влияние, мы тоже хотим такую церковь, мы тоже хотим знаете, моя жена знает, мои дети знают, я ненавижу подделки. Если на мне что-то одето, это или с Гуччи или с Волмарта в данном случае. Кто-то понимает, то есть оно, на нем не написано Гуччи. Это Walmart 9.99. Но это оригинал, Walmart-овский оригинал. Кто-то понимает? Вы знаете, мне в моей позиции не стыдно ходить в 10-долларовых кедах. У меня есть дорогие туфли, они неудобные. Извините, я кеды люблю. Кто-то сидит и мучается, но он не мучается, мы называем он Гуччи. Я не хочу мучиться. Я хочу жить комфортно. Не переживайте, у меня есть обувь получше, чем 9.99. Но эти удобные. Без оббить, класс. Да, и не жалко, правильно, да. Пойду еще. Пару-пару возьму без проблем. Вы знаете, мне часто приходится бывать в разных странах. Слава Богу, за перерыв, но я верю, что, и уже чувствую, что 21-й, скорее всего, таким годом не будет. Скорее всего, придется, наверное, двигаться дальше. Я заметил, одна из самых опасных эпидемий нашего времени является та, что большинство задающих мне вопросы боятся жить своей жизнью. Если бы люди знали, сколько ко мне приходят людей, и они даже не знают, что весь ответ в твоих вопросах — это жить своей жизнью. Ты за нее будешь ненавидим за свою жизнь, ты будешь преследуем, ты будешь осуждаем. Но она моя семья. Они боятся жить своей жизнью, принимать свои решения. Они боятся потерять тех, кто вокруг них. И именно из-за этой идеи они теряют самое дорогое, они теряют себя. Твое предназначение. Смотри, они теряют свое предназначение, теряют себя, и полностью лишают себя своего будущего. Итак, если честно, задать вопрос, кто режиссер и постановщик твоей жизни? Семья, задумайтесь, прямо сейчас пишется история твоей жизни. Тебе нравится на данный момент, что уже написано? Или ты хотел бы исправить это? Начинай прямо сейчас исправлять. Начинай прямо сейчас менять это. Семья, твоя история в твоих руках. Да, живи! Совершай ошибки. Меняйся, прогрессируй, сделай что-то твое. Все как у всех. Все, даже кота, ты хочешь которого от утехни. Да придумай что-то оригинальное. Или имя твоего коту. Просто подумай о что-то оригинальное. Поэтому люди лишены падений, лишены уроков, лишены побед, лишены всего. Тогда напрашивается вопрос. Как войти туда? И вы знаете, когда я начал входить в атмосферу, вы знаете, мой ответ ко всем вопросам — это атмосфера. Вы знаете, когда я начал входить в атмосферу тронного зала и в атмосферу Небесного Отца, я заметил такое правило. Вы знаете, Он ничего во мне не создает и не меняет меня. Мы любим говорить, о, Бог меняет меня. Вы знаете, что Бог тебя не меняет. Он создал тебя уже совершенным по отношению всей жизни, в которой ты живешь. Я заметил, что когда я вхожу в атмосферу, Он всего лишь снимает с меня не мое. Кто-то понимает, о чем я? То есть Он снимает все, что на меня навесило, медиа, новости, люди и все остальное. Все, что Он говорит, сын, смотри на меня, слушай меня, я твой дизайнер. Ты мой шедевр. Семья, вы должны понять одну вещь. Ты шедевр Бога. Не моей идеи насчет тебя, не каких-то пасторов, служителей и молитвенников, а даже твоей мамы или жены или мужа. Ты шедевр Бога. И если вам не нравится, что Бог творит или то, что Он сейчас делает, вам не место в моей жизни. В моей жизни будут только шедевры Бога. Не много, но это оригиналы. Я соглашаюсь прожить жизнь, окруженной шедеврами Иисуса Христа. В процессе. Да, иногда у тебя глаз дергается, иногда иногда нога западает. Ничего, ты в процессе. Но, по крайней мере, я уже вижу, что ты это ты. Ты это не чья-то идея насчет тебя. может быть, тебе возьмет время найти. Вы знаете, что я заметил? Некоторые люди говорят, я ищу себя. Вы знаете, что это по-настоящему значит? Я отключаю все голоса и всю информацию, чтобы увидеть и услышать его. Вы знаете, как только я начал слышать, как только я начал попадать в атмосферу, первое, что начало происходить, картины в моем сознании насчет меня, что я делаю. Итак, сразу отвечаю на твой вопрос, что значит увидеть, услышать и начать двигаться в оригинальность? Первое, снять, выйти из кукольного спектакля и потом дать Богу снять с тебя все и показать тебе. Эти картины пугали меня. Я на этих сценах я забитые тысячи огромные залы, я не мог поверить вам. Я говорю, Бог, так это не я. Он говорит, нет, это ты во мне. Дорогие мои, а вдруг ты физик, а вдруг ты доктор, а вдруг ты ветеринар, неважно кто ты, ты должен увидеть себя в Боге. Видишь ли ты? Вот мой вопрос. Видишь ли ты, кто ты? Знаете, почему мы часто мучаемся? Потому что мы не понимаем, что сейчас происходит, а Бог пытается отсечь часть, которая не твоя. Иногда это люди, иногда это работы, иногда это отношения, иногда это родственные связи. Бог говорит, я не пришел сюда принести мир. Вот ребята говорили, Джереми, Коли. Я пришел принести разделение, воу всех, и дым. Мы к единству, призвал нас Господь, к разделению. Двое против трех, и трое против двух. И враги человеку. Иисус сказал, домашнее его. Я не понял, что это я написал? Я не понял. Мы настолько Евангелие, знаете, засалили, замаслили, залезали, что мы забыли, что Иисус действительно принес сюда. Ты говоришь, я двигаюсь к Богу, у меня разделение. Правильно, ты по Евангелию живешь. Ты наконец-то сделал что-то, что активировало призвание Бога в твоей жизни. Это называется разделение. Семья, поймите, это Иисус. Он говорит, я принес меч. не мир. Это говорит о том, что то, с кем ты живешь, это не то часто, с кем Бог тебя видит. И когда Бог начинает чистить, разделять и ставить тебя в твое общество, старое общество тебя просто так не отпустит. Вы знаете, много лет назад мы занимались служением бомжам. это как раз из этого периода моей жизни. До встречи с Иисусом в 93-м, это где-то 92-м. И нас просто молодежь кидали всех в автобус, нам такая куча потной молодежи в автобусе, едем кормить бомжей. Мы ненавидим этот автобус, ненавидим эту кашу, ненавидим бомжей. за то, что мы верующие молодежь, нам надо кормить. Наш брат, брат во Христе сказал, надо. И он говорит, вы награду на небе зарабатывать будете. И вы знаете, я кормлю бомжа. И вы знаете, мы кормим бомжей, они в очередь становятся, наш автобус, у нас тут кашу выдают, сосиски какие-то там. В очередь таких бомжей. И вы знаете, в том 92-м году меня посетила такая уникальная мысль. я смотрю на весь автобус, который обслуживает бомжей. Я смотрю, вся очередь бомжей счастливая, веселая, что-то травят, рассказывают друг другу. Привет! Фу, как ты воняешь, а ты воняешь еще хуже. Там никто душ не принимает по три года, это даже статус. Одежда на тебе, ну как, она уже скафандром стала или еще нет? Носки ты уже вместо сапог носишь или они еще к потолку липнут? Знаете, есть три вида вони. Первый вид вони носков, они воняют. Второй вид вони носков, они липнут к потолку. Третий вид вони, ты носишь их вместо сапог. Ты не придумал, это мне в Украине рассказали, в школе еще. И вот я смотрю, они все в сапогах зашли. Я смотрю на мою молодежь, таких как я, 18, 17. Я смотрю, все эти 15 человек мизерабл, мучаются, на тебе, двойную порцию, на тебе, двойную порцию, иди отсюда. Боже мой! Ты когда-нибудь кормил? Ты когда-нибудь попадал в облако славы? Все запахи, которые могут быть, они там есть. Но меня поймут те, кто служил бомжам. Я смотрю, здесь полная мизерия, ужас. И смотрю, очередь счастья. И у меня вопрос, почему они мучаются, а эти ни кола, ни двора, ни одежды, довольные жизнью. И Дух Святой мне там еще на моем логическом уровне говорит. Эти делают, что не хотят, а эти делают именно, что решили делать. И для меня в моем туманном, религиозном, макетном мозгу взрывается мысль, когда я ложу там сосиску и пытаюсь ему о Христе рассказать, он мне еще глубже о Христе рассказывает. Все эти бомжи духовные, я вам гарантию даю. Их там такие проповедники прокатывали по евангелизациям и Библиям и все, у них все книги есть, не переживайте. У тебя таких нет. Вы знаете, и мне приходит в туманный мозг откровение. Ты должен делать то, что ты хочешь и в чем ты считаешь и в чем ты чувствуешь наслаждение. Сразу скажу, семья, это не относится к греху, это относится к тяге твоего сердца, души и твоего естества. Что тебя влечет, в чем ты доволен, за что тебе не надо платить денег и ты будешь счастлив. Что тебя влечет, что тебя влечет, если ты не платил, ты это сделаешь. И одно из самых первых откровений в моей жизни Бог сказал, сынок, ты хочешь знать свое призвание? Узнай, что приносит тебе счастье. Это только в религии, ты должен делать то, что делать должен, а то, если не должен, ты будешь в аду гореть. Я иду евангелизирую, и ты будешь гореть в аду вместе со мной. Потому что я ненавижу ни тебя, ни этот месяц, просто брат сказал, мы делаем. Я помню, еще струны рвали в переходах, эти брошюрки мы не давали, а швыряли их, потому что нам надо раздать коробку. Мы их швыряли, потому что мы недовольны были своей жизнью. И здесь посреди каши, бомжатской вони и каких-то вареных, переваренных сосисок. Ко мне приходит откровение. Сын, счастье, несчастье. Счастье не в одежде. Не в запахе. Не в машине и доме. Счастье в том, на своем ли ты месте и делаешь ли ты то, что тебе нравится. И когда мы пару бомжей попытались спасти с улицы, улица победила. Мы их привезли домой, вычистили, или мыли переодели. Они ограбили наш дом и свалили туда же, на тот же переулок, в тот же Сиэтл. Я прихожу, говорю, мужики, Стив, Дэнни, why? Стив, why? Он говорит, I left you 20 bucks. А, кстати, они все вычистили, они сжалились, оставили 20 долларов. Мама, вот поговорите с мамой, она такая, сынок, ну, говорит, хоть 20, и вставили долларов. Толку открываем, двадцатка лежит. Смиловались бомжи, все остальное вычистили. И опять, они были дома у нас неделю или две, они были несчастные. Они были чистенькие, пахнущие, одетые и несчастные. Потому что они жаждали улицу. Вонючие перекрестки Сиэтла. И им нравилось там, и я их опять там нашел. И смотрю, бах, они опять в своем призвании, они счастливые. Стив и Дэнни вообще мужики. И они такие, sorry, man. Я говорю, я тебе свою обувь отдал, а ты еще потом у меня спер другую пару. Sorry, man, у тебя больше, у тебя много обуви, у меня всего лишь одна пара. Ой, я помню, я потом уже оставил, и Бог мне дает откровение. Говорит, сынок, не трогай их, они счастливы. У тебя хуже проблемы, чем у них, я с тобой работать хочу. И я вот там, когда увидел Дэнни и Стива, сказал, все, мое служение бомжам, оканчивается! И когда я увидел этих ребят, я думал, моя министра почему они такие счастливы? Я мученник за Христа! А я вам Макдональдс купил. Они еще бомжи, такие фэнси бомжи. Он говорит, мы Макдональдса, фрайс не едим. Я такой, че? They're like, we don't eat фрайс from Макдональдс. Серьезно, он говорит, бургер, покупай фрайс, говорит мне, мы не едим. Ах ты ж, бомжовская морда такая. Я тебе тут и то, и все, горяченькое, бежал, как Дордэш. В 92-м Дордэше не было, гарантию даю. Я был Дордэш. И мы бежим, отдаем с моим другом. И он такой, мы фрайс с Макдональдс и не кушаем. Я такой, And then he's rejecting the fries. Первое откровение. First revelation. Вау. И Бог начал говорить ко мне посреди вот этой каши, вонючей атмосферы и всего. Он говорит, сын, я хочу, чтобы ты делал то, что тебе нравится. И потом начался мой путь узнать, что мне нравится. Вот это самое интересное. Я пробовал все. Служение бомжам уже понятно, пробовал. Все, все, все. Библейская школа. Много чего было перепробовано. Но самое удовольствие я находил именно в том, что как только я открывал свой рот и начинал с людьми говорить, людей это захватывало. Они сидели час, два, три. С дома никто уезжать не хочет. И никогда на это не обращал внимания. Я думал, это чисто дворовой прикол, знаете, нахватался в Советском Союзе, такой чисто крутой подвешенный язык, там шуточки. И я всегда, самое интересное, что я ни в чем не получал более удовольствия, тем в том, что я делаю сейчас. Вот именно самый пик моего кайфа я переживаю прямо сейчас. И это было неважно. Сцена, диван, в машине, в долгую дорогу с друзьями едем, я развлекаю восемь часов. И никому не скучно. Я такой думаю, да че я так себя классно чувствую? Кто-то понимает, да че? Я вроде ничего не делаю, я даже не напрягаюсь. Господь говорит, мне даже стыдно назвать это служением, я просто кайфую от этого. Служение должно быть бремя. Крест Христа несем мы с братом. Я такой, Бог, мне аж как-то стыдно, меня всегда мои братья Кондратья учили, что, ну, бремя Христа это страдание за Христа, и ты взираешь к горам, откуда приходит твое спасение. Ты должен всегда просить Господь, освободи меня, Господь. И Бог мне говорит, сын, я тебя для этого призвал. А вот я говорю, Господь, докажи мне то, что я получаю удовольствие от Тебя. Говорит, хорошо. Говорит, попробуй не писать день. Не писать, просто не писать. Я не говорю о всех остальных вещах. Такая мысль, не писать день. Я такой, ага. Ну, я, знаете, час подержался, два. На третьем часу я заводил мотоциклы. И потом говорит, а теперь, Господь, а теперь иди пописай. Я такой, ага, ага, вы все понимаете, о чем я говорю. Господь говорит, ты удовольствие получаешь? Я говорю, да. Он говорит, вот когда я создаю человека, он даже писая получает удовольствие. И ты мне говоришь, что ты должен мучиться. Бог говорит, я все создал так, что от всего, что мое, ты будешь получать удовольствие. Ты сходишь, покакаешь, и удовольствие получишь. Так я так и говорю, подписывал, покакал. А секс, а еда, вау, а солнышко, а вода. Он говорит, и призвание входит туда же, когда я тебе его даю. Я говорю, Бог, так это же круто. Я говорю, Господь, это классно. Он говорит, да. Можете представить, Бог создал для тебя призвание, в котором ты удовольствие будешь получать. А легия меня обошла. Знаете, я всегда такой думаю, мне хорошо, и мне как-то аж стыдно за то, что мне хорошо. И Бог, когда мне урок с писанием показал, я такой, вау, все, я понял. И Бог говорит, я все, что я вложил в тебя, ты от всего получаешь удовлетворение, наслаждение, и, как вам сказать, просто удовольствие. И Он говорит, сынок, я подарил тебе, вы знаете, мне к людям говорят, пастор, помолись за меня, за моё призвание. И я всегда такой задаю, знаете, простой вопрос, что тебе нравится делать? Я хочу мантию. Она тебе надо, мантия. Я говорю, я хочу твою мантию. Я говорю, а у меня её как-то и нет, я даже не знаю, откуда она взялась. Я просто был я, и я вот такой был и во дворе, просто потом Иисус встретил меня, и я просто сейчас служу Ему. Но я понял силу идентификации. Ты всегда будешь получать от этого наслаждение и будешь удовлетворен тем, кто ты и что ты делаешь. И вот это было моё первое откровение семье. Я такой, вау, оно вроде такое простое, а скажите, оно даже через 16 лет слушается. Почему? Потому что такое большое количество людей сейчас находятся в религиозном рабстве, делая, что они ненавидят. Да не призвал тебя Бог проповедовать на улицах, если от этого не получаешь удовольствия, точка. Да не призвал Он тебя петь, если ты мучаешься, не призвал Он тебя молиться, если ты не молитвенник. Молитвенники только в комнату заходят, говорят, четыре часа, Господи. Я такой смотрю, думаю, шоу, Света, четыре часа вы там молились, и как они, хорошо, еще хочется. Это молитвенники, они в молитве кайфуют, они там, говорят, мало, Господи, больше. Господи, дай им больше силы, я пошел, сия. Я люблю молиться, четыре часа это уже стретч. То есть ты будешь получать наслаждение, если оно твое. опять же, я повторяю, я не говорю о грехе. Я не говорю о каком-то, знаете, тяге в какую-то грязь. Это вообще не моя тема. Это тема сейчас к зрелым. Что тебе? Тебе нравится воспитывать деток? Начинай. Начинай учиться быть воспитателем, учителем. И некоторые, я смотрю на женщин, некоторые, о, для меня детки, чем больше деток, о-о-о. Знаете, там хаос, а они там процветают, а там хаос, и там такое, ты дверь открыл, и ты закрыл, я говорю, открыл дверь, а там учитель такой, Господи, больше, больше, Господи. Серьезно, я смотрю, в этом кошмаре, хаосе, дети, крики, какие-то рисовашки. Сидит учитель с улыбкой. Как этим можно наслаждаться, говорит Господи, потому что я ей дал тягу и любовь к этому. Кто-то понимает, о чем я говорю. Тебе не надо делать то, что делает сосед, не будь манекеном и не умри копией. Подумай, свяжись с ним, свяжись с небом. И начни увидеть себя. Потом прочувствуй, действительно ли ты чувствуешь наслаждение. Знамение тому, что это твое наслаждение. Я вам честно говорю, мне, когда я сейчас вот кайфую, тяжело останавливаться. Потому что я наслаждаюсь тем, что делаю. Я не мучаюсь. О Господи, когда эта церковь закончится. Я как только купил эту церковь, я живу здесь, я ночую там. Саша ржет, он знает, о чем я говорю. Я живу здесь. Мне нравится работать, мне нравится пылесосить, мне нравится мыть карпет. Я дома. Семья, почему? Да, тело болит, иногда там, знаете, что-то крякнуло. Но душа поет. Когда ты с пылесосом. С карпетно-моечной машинкой. У-у-у-у. Почему? Потому что ты наслаждаешься. Семья, поймите, это не физическое. О Господи, если я буду это делать. Ты не будешь мучиться ни дня, если ты будешь делать то, для чего ты рожден Богом. Не важно, семья, физик, и ты спортсмен, и ты учитель, воспитатель, или ты пастор. Не важно, ты наслаждаешься. Поэтому людям, которые не созданы Богом, быть пасторами, им приходится соперничать с такими оригиналами, как я. Кто-то понимает? Это не потому, что я хочу с ними, о, я буду круче, чем ты, у меня будут словечки повеселей. Потому что это я, а этим ты хочешь быть. И ты всю жизнь будешь второстепенной, незначимой копией, которая не наслаждается. Ты никогда не будешь номер один, потому что все, что ты делаешь, ты видишь и копируешь. Но когда ты оригинал, ты задаешь тон и ход. Иногда ты создаешь целое движение. Потому что это ты. Бог создал тебя не петь, а песней. Он не создал тебя говорить Слово, Он сделал тебя Словом. Кто-то понимает? Есть разница между делать и быть. Бог никогда, смотрите, когда Бог создавал тело, просто давайте логически. Если есть баптисты, я тебе логически сейчас все объясню. твой глаз не пытается смотреть. Он видит. Твои руки не пытаются ходить. Они не созданы ходить. Твои ноги не пытаются брать чайную ложку и колотить чай. Это будет напряг. Почему? Потому что ноги для этого не созданы. и Бог говорит, и точно так мои функции в моем теле. Они не делают, они являются. И именно в этом твоя победа и доминация над всеми остальными вещами. Потому что кто-то пытается, а ты есть. Он всегда остановится и сорвется и сгорит, а ты не сгоришь, потому что этим ты являешься. потому что некоторые люди говорят, пастор, как ты держишься? Я говорю, не держусь. Держался бы, сорвался. Такое чувство, пастор, ты держишься? Держусь еще, ребят. Я ни за что не держусь. Я наслаждаюсь Иисусом. При всех предательствах, каких-то вещах, кидаловах, обманах, я счастлив, потому что меня это не интересует. Почему? Потому что я наслаждаюсь тем, кем я создан и функцией, которой я являюсь. Маленький тест. Кто в этом зале полностью согласен и доволен своей судьбой, поднимите руку. Честно, честно, здесь нет, здесь не будет правильного ответа, ни да, ни нет. Все, кто не подняли, это говорит о том, очень просто, что ты еще, не то, что ты неправильным, ты еще не там, где ты должен быть. Кто-то понимает? Кто-то понимает? Поймите, это не плохо, что он не поднял руку, значит, не, не, это не та церковь, тебя тут никто осуждать не будет. Я-то здесь для того, чтобы именно вот навести порядок в этой сфере. Я подниму и две руки, и ногу, потому что я наслаждаюсь тем, кем я являюсь и частью тела, которой я являюсь во Христе. И именно этой частью тела, наслаждаясь, я служу тебе. Кто-то понимает? Здесь не только мое индивидуальное наслаждение, да и служение качественное служение телу Христа. То есть, когда ты входишь в то, кем ты являешься в Боге, ты сразу убиваешь двух зайцев. Ты служишь даром, и второе, ты являешься тем, кто был и наслаждаешься. Великое приобретение быть что? Благочестивым и довольным. Простой вопрос. Ты доволен? Нет, когда ты будешь доволен, ты будешь знать, что ты доволен. Знаете, есть вот эта эйфория жизни. Ты как будто чуть-чуть стукнутый. А ты знаешь, у нас политическое положение плохое. Ты знаешь, не знаю, не в курсе. Я не знаю, что тебя напрягает, кто президент. Сегодня ушел, завтра пришел. Дорогие мои, он на троге. А я служу президенту, которого не переизберут. Я являюсь частью царства, которое не уйдет и развалить нельзя. У меня нет причины горевать вообще. Кто-то понимает, воздайте славу Богу. Те, кто не подняли в какой-то мере, вы еще ищете себя, не нашли себя, потому что не наслаждаетесь собой. Это не то, что у тебя там, знаете, я наслаживаю, я безошибаю. Здесь не в безошибочности дело. Здесь дело быть, кем ты поставлен Богом. Большинство не живут своими жизнями. Я заметил одну эпидемию. Давайте сейчас я немножко другую скорость переключу. И сколько у нас времени? Ребята, ну верните мне мои часы, пожалуйста. Потому что я как-то нырну сюда, а вы меня потом будете доставать. Потому что я люблю делать то, что я делаю. Вы знаете, я заметил вот проблему. И это, кстати, проклятие, которое как бы, оно как цепное. Один раз у нас были друзья, и была женщина, которая не воплотила все свои желания. Скажем честно, скажу честно так, она не воплотила никакие свои желания. У нее рождается дочь. И она начинает жить свои желания вкладывать в свою дочь. Дочь начинает делать то, что она хочет, но она ненавидит ни то, что она делает, ни маму, которая туда ее толкает. Некоторые здесь сидят, они знают даже, о ком я говорю, но это так далеко идет, что вы даже не знаете, о чем речь. И здесь, когда я наблюдаю вот эту картину, мать проплачивает все. Люди были с деньгами, все инвестируют в доченьку, она строит не ее, она строит и себя. Вы знаете, что я заметил? Это только одна из историй, таких историй массы. И здесь, когда я это вижу, я начинаю видеть просто духовными духовными глазами. И я говорю, смотри, что вот почему тебе не позволено жить, потому что твоим, кто перед тобой не было позволено жить. Мы хотим прожить наше наслаждение, и даже если я не состоялся, я буду пытаться кинуть моего ребенка туда. И ты будешь наслаждаться, смотреть на него, потому что ты его воплощаешь и делаешь, как будто клонируешь. А там мука, а там страдания, а там, да, там деньги, но там нет никакого счастья. Вы знаете, и мне Бог говорит, сын, вот так идет наследственное проклятие несостоятельности. Ей не позволено жить. Через нее она не позволила жить своей дочери, она в дочь свою, дочь не может жить, пытается прожить свою жизнь через свою дочь. И вот это цепное проклятие, оно просто не дает друг другу. Каждое поколение держит следующее. Это идея дьявола, как воплотить в тебе что-то, чем ты не являешься. Она хотела быть моделью, она хотела быть этим и теперь ты будешь моделью, поняла? Она хочет быть ветеринаром и плевать на эти все прически, фотки, платья. к примеру. И получается потом вот эта несостоятельность выливается в ее дочь. Или в ее сына. Или в его сына. Но вы знаете, я заметил одно, когда я отрезал все, что на меня пыталось быть навешено. Я живу моей жизнью. я заметил такой парадокс. Я хочу, чтобы мой сын прожил именно его жизнь. Говорю, сын, честно сказать, пасторство, если для тебя это классно, служить, если нет, будешь ветеринаром, я тебя буду суппортировать. Да, кем хочешь, спортсмена будешь, буду суппортировать сто процентов. Вы знаете, когда ты состоялся, у тебя нет вот этой нужды состояться. Кто-то понимает? И я вырастив уже своих детей понял, что я теперь наслаждаюсь, видя, как они становятся сами собой. Я не пытаюсь исправить и направить, поэтому родители, будьте очень аккуратны, если вы сейчас пытаетесь направить ваших детей куда-то. Ты не знаешь, что лучше для тебя. Я знаю. Ничего ты не знаешь, потому что сама так не прожила. знал бы, точно прожил бы, как хотел бы, но так не смог, потому что, ну, скажем так, не скажу. Не было кохонис. Халилуя, никто не понял. Слава Иисусу Христу. Размер маленький. Смотри. Это эпидемия, потому что тот, кто не прожил свою жизнь, захочет прожить свою жизнь через другого. Именно так теряются целые поколения. Теперь целое поколение живет идеями и мечтами того поколения, которое не состояло. И целая поколение живет в мечтах того поколения, которая не состоялась. Пять повторяю, это не в деньгах, не в машинах, не в состоятельности и успехе. Это в удовлетворении. Это невозможно купить. Кто-то понимает, удовлетворение невозможно купить. Невозможно. Можно купить кайф на день. Ну, поездил ты на хорошей машине, ну и все, потом все это ненавидишь, потому что ты не там и ты не то. Наслаждение, идентификацию купить нельзя. Ни за какие деньги, ни с какими статусами. Это дается бесплатно и это дается Богом. Моя идентификация дана бесплатно. Даже не надо, просто найди себя в Боге и отсеки всех клонов и манекенов. Конечно, манекенам не нравится, что ты теперь не манекен. Теперь ты личностью стал. Теперь все знают, что Шапавала вы не узнали, потому что он какой-то особенный, просто узнали, потому что личность стал. Стань личностью, тебе тоже начнут говорить, оля. Потому что ты личность. Ты не клон, который там штамповка, знаете, штампует одно и то же. Ты личность. И наоборот, когда я живу своей жизнью, я хочу, чтобы мои дети жили своими жизнями. Это настоящая редкость, когда кто-то делает решение и полностью отсоединяется от всех и всего. О, наша славянская культура сделает для тебя это так больно, так дискомфортно. Все соберут семейный консилиум. Соберется синедрион семьи. И скажут, доченька, что это ты себе позволила? Какие пальцы? У нас лопатки. Волосы. Ну, какой нацепим на манекен такая прическа и будет завтра? Весь этот консилиум разбирается. Самое шокирующее, что для меня именно в славянской культуре все суют свой нос в мою жизнь. Я не понял. Че тебе до меня? И потом, когда свой нос, ты закрыл дверь, они такие, еретик, сатана, вон, не от господа. И думаю, а у вас нейтральная позиция есть? Нет. Или с нами, или в ад. Вы заметили славян, да? И поэтому тех, кто сидит здесь, я вам всем честь отдаю. потому что я точно знаю, сколько вам стоит тут сидит. Потому что я точно такую цену уплатил. Я знаю, что тебе приходится иногда проходить долинами смерти. Я называю это через родственников, в гости приезжать. Приехал в гости, и все едят. Потом ты уехал, месяц насчет тебя идут разговоры. Какие губы, какая помада, какая сумка, или ма сына, сказала толпа манекенов. Успокойся. Покажи пример, что можно жить. Можно жить счастливо и свободно. Конечно, я не обманываю тебя. Я тебе говорю, что скорее всего ты потеряешь минимум почти всех. Максимум наверное всех. Ну серьезно, ну не рисуй тебе кто-нибудь с тобой. Даже если кто-то останется, это только это какая-то бабушка, которая говорит, а я буду молиться за нее, чтобы она вернулась. Я помню, меня просто не кинули оттуда те, которых еще была надежда, что я вернусь. Мы верим, что у него пальцы склеются, и он опять станет в ряд в манекенский строй. О, Господи, помилуй душеньку Андрюшеньки. Бабуля. Ой-ой-ой. Андрюшенька наслаждается жизнью. Я туда не вернулся. Я там сидел. Церковь строгого режима. Это настоящая привилегия и свобода парить и быть свободным. Опять же, когда ты смотришь туда, ты видишь эти птицы, ты понимаешь, ну вылетели они, они сделали шаг из этого курятника. И, конечно, куры там, они квочат там свои семечки, клюют на орлов, знаете, не. Посмотрите на мир Божьего творения. Я буду закругляться. Посмотрите на мир Божьего творения. Смотрите, как все сбалансировано красиво. Задумайтесь, видели ли вы, чтобы какое-то животное, насекомое или дерево, растение, жило чьими-то планами. Вот просто представь, вот, я понимаю, это тупая даже вот какой-то запрос. Стоит дерево и живет по планам другого дерева. Дерево как растут, так растут. Хочу и залезу туда. Дерево стоит и говорит, да что твоя ветка в меня тычет? Не знаю, она туда сама захотела идти. Дорогие мои, вы не увидите природу, которая живет по чьим-то планам. Я не понял, а человек, что настолько отупел? Что все, что мы делаем, живем и решаем, мы должны с кем-то согласовать. Живи, расти, тыкай, тыкай. Конечно нет. Ты не видишь рыбу, которую уговорили ползать. Что ты плаваешь, плаваешь, а ты попробуй. Плавать это слишком хорошо, ты должен нести крест Христа, ползи. Бедная рыба там, знаете, поползла. Ну попробую. Жабры сохнут, все дохнет. Это не мое, а твое, неси крест Христа, сестра. Господь с тобой. И потом раз, в воду выпустили рыбу, о, о, сестра отступила от Господа. Back in the water, and then the sister stepped away from Christ. А сестра зажила. And she's alive, she's alive. Господи, вода, так хорошо. И все рыбы в грязи. Неправильно, отступление. Дорогие, когда Бог сделал рыбу, Он дал ей жабры. Ей совсем невозможно дышать, потому что ей нужны легкие, чтобы этим дышать. Не надо рыбу говорить, что она должна ползать по грязи, потому что это ради Христа ты все делаешь, сестра. Бог не делает тебя, потом селит тебя в что-то не твое и наслаждается твоими муками, которые ты для Христа делаешь. Рыбе надо будет ползать по грязи, Бог дал бы ей ноги и дал легкие. Бегай, дыши, наслаждай. Нет, ну все вот в этом мире, в религии, все должно быть наоборот, не совпадать, все везде должно быть мука, и мука это ингредиент того, что ты состоялся в Господе. Ты мучаешься, да? Молодец. Сильно мучаешься, да? Держись, сестра. Господь с тобой, мы все тут ползаем. God is with you, we're all crawling here. Эти отступники все в воду поныряли. Глянь на них, как они живут. Нет, мы для Христа будем ползать по грязи. For Christ, we will be crawling in the dirt. Пытаться жабрами вдыхать кислород. Потому что мы для Господа делаем. Потому что мы это для Господа делаем. я вам сказал плавать. Но что ты раньше нам не сказал? Я думал, до вас дойдет. Что если вы тут мучаетесь, здесь не надо больше мучиться, надо отходить от муки. Ты же не просто руку там, знаете, пицца твоя готовая, ты, знаете, без перчатки лезешь, мучаешься, и хуже, а ты лезь дальше. И ты говоришь, больно. Ты же не говоришь, о, больно. Вот это религия. Она говорит, больно, да? Суй дальше. Валдыри покрылись для Христа валдыри. Keep pushing for Christ, keep pushing. Я не хочу так жить. I don't want to live like that. Я смотрю на природу. I'm looking at the nature. Они все балдеют. They're all enjoying themselves. Я не понял, а что я призван мучиться, что ли? Am I called to be in misery? Дайте мне летать в моем воздухе и дышать моим кислородом. Let me fly in my space and live and breathe my air. А если ты мучаешься смотря на меня как я наслаждаюсь? But if you're in misery looking at how I'm enjoying, не смотри на меня. Just don't look at me. Иди. Keep on walking. Найди свою ячейку мучеников and find your crowd and be in misery together. Тебе плохо, плохо. И знаете, у них на ячейке чем хуже, тем у него лучше. You know, in their small groups the more he's struggling the better off he is. А у меня тут болит, а у меня не только тут болит, у меня и тут и тут болит, а у вас там болит, а у меня и здесь болит. I have pain here and here and here everywhere. И все такие, ооо, вот это одно. And they're like, wow, like that's it. Yeah. Не, я не верю в это. I don't believe in that. Отец уже вложил твое призвание внутрь тебя. Father already put his, put your calling in you. Не умри чьей-то копии и чьей-то идеей. Don't die someone's copy or someone else's idea. Yeah. Мы все рождаемся в мир, который мы не выбирали. We're all born into a world that we don't choose. И мы часто помещены в этот мир не для того, чтобы согласиться, а для того, чтобы выйти и найти свое. Optent is replacing that world not to be content with it, but to exit and find our own. В прошлой теме мы с вами говорили мир рабов. Помните? Last time we talked about the world of slaves, remember? Все, которых Бог избрал. Everyone got selected. Ну чьо, Бог странный, чьо, Бог, ты меня тут, ну, не избрал и тут не используешь. Чьо я должен постоянно куда-то ходить? I'm like, if he didn't choose you right away, why don't you start your work immediately? Why don't I go? шо, встань и уйди, а зачем? Мне так нравится. Hey, get up and go. Why? Because I want to. Ну чьо я должен куда-то ходить? Он не может меня тут использовать. Знаете, первое религиозное причина, а меня тут Бог хочет использовать. Нет, не хочет. Why can't you use me right here where I am? Why are you taking me somewhere else? Иосиф ушел, Давид ушел, все поуходили. Joseph, David left, everybody left. Руф, Найминь, Есфирь, всех, называйте его всех, все говорили бы перечислены с одного места, другого. Потому что мы помещены в наш мир не согласиться с ним, а понять наше не наше и найти наше. Because we're placing in our world not to be content with it, but to understand what's ours and what's not ours. Чаще Бог помещает тебя не в твой мир именно для того, чтобы ты с ним прошел этот путь выхода и входа. Кто-то понимает? Потому что таким образом ты познаешь его, выходя вместе с ним и входя в свое. Я точно знаю, если бы я не улетел в Америку, сложно было бы сказать, что Бог употреблял бы как здесь. потому что уроки, вещи, испытания, экзамены, которые я прошел здесь, я никогда там не прошел. Поэтому понимай, что чаще всего, не всегда, но чаще всего ты помещен не чтобы сидеть, а чтобы выйти. и путь — это познание себя, воли Бога и вхождение в свою идентификацию. Если ты позволишь всем дописывать вокруг к твоему шедевру, во-первых, это уже не шедевр и не твоя картина. Представь свою жизнь как картину, которую Бог хочет написать, Он хозяин. Представь, каждый мама, папа, дедушка, бабушка, епископ, муж, все пошли, помазочку добавили. Просто вот здесь вот цвета не те, добавим. А тут немножко все как-то остро выглядит, скруглим. Не надо. Не надо апостола Петра скруглять. Нравится ему на рыбалке быть без трусов. Вот и все. Представьте, куча мужиков, шторм, рыбалка, и написано, Иисус позвал их, и написано, он оделся. Я не понял. Что ты делаешь без штанов ночью на лодке? He calls out to him and then it says that he gets dressed. Нет, это Библия написана припоясался, ибо был маг. Я не понял. Our question is, why does he have to get dressed? What was he doing? Зачем? Why? Точно знаю, что у него комплексов не было. I know he probably didn't have any insecurities. Прятать нечего было. Thank you. Иногда это самый классный перевод. Одна из самых серьезных проблем в том, что практически никто или не хочет, или боится, или не может выйти из того мира, в котором живут. большинство согласились с вариантом жизни, в которое родились и были помещены. Ты не заботишься над тем, почему те, кто вокруг нас нервничают, срываются и не одобряют, когда ты хочешь сделать что-то, что именно ты хочешь сделать? Я не понял, что вам до моей жизни? А потому что они считают, что они имеют право и контроль над твоей судьбой. И неважно, это мама или папа. Когда пришла мама Иисуса навести порядок, он сказал, кто мои мать и братья? Вот они, исполняющие волю. Он сказал, те, кто вокруг меня, исполняющие волю Отца. Мне мать и братья и сестры. Поймите, некоторые говорят, о, ты не почитаешь. Почтение — это совсем не то. Почтение родителей — это не принять их точку зрения насчет тебя. У тебя есть высший авторитет, который называется небесным. То есть, почтение — это почтение родителя, но не судьбы. Судьбу решает небесный Отец, который выше родителей земных. И когда мы видим по Библии, Бог всегда перерисовывает ту идею насчет детей, которые родители хотели навязать. Давид должен был быть пастухом, стал царем. Есфирь — это просто сирота, и, естественно, она стала царицей. Кого бы ты ни возьмешь, возьми Иосифа. Отец уже ему предназначил и будущее, и одежду, и наследие. Бог берет и перерисовывает. То есть пусть тебе религиозные родители ныть не тычут твоим лицом в это то, что ты почитаешь родителей. Это ложь. Ты почитаешь этого родителя. А тебя я почитаю как личность, которая родила меня, и я буду служить тебе и помогу тебе в твоих физических недугах и душевных расстройствах, но не в духовных судьбах. Здесь извини, мама, ты не знаешь, кто я, ибо ты не творец моей судьбы. Со всем уважением к матери, которая родила меня. О, это участь от него. Люди вокруг тебя могут абсолютно не одобрять твое решение. Это их суверенное право. Но никто из них не имеет никакого права задавать тон и направление твоей судьбе. Нет ничего кошмарнее прожить не свою жизнь. Поверьте, семья, это хуже, чем остаться признанными людьми внутри. Ты умираешь внутри. Вот это кошмарная смерть. Ты режиссер собственной жизни. И свою историю будешь писать только ты и твой Бог. И она всегда решила прожить свою жизнь. Делая, что я хочу. И те, кто находятся вокруг меня каждый день, видят меня, именно меня, а не моего представителя. я закончу с этой фразой. Живи, ошибайся, учись и побеждай, потому что это твой удел, подаренный тебе Богом. Именно процесс это и есть подарок Бога. воздайте ему славу. Спасибо тебе, папа. Давайте мы поднимемся. Буквально минуточка. просто сейчас посмотри в свое сердце. Доволен ли ты? Наслаждаешься ли ты? Если ты чувствуешь, что это не твоя жизнь и не твоя судьба. В твоей жизни что-то должно быть исправлено. Просто скажи это сейчас небесному папе. Просто скажи ему, любимый, я достаточно еще молод, чтобы исправить все. Укажи мне твой вариант меня. Потому что я знаю, что именно то, что ты скажешь, в этом я и получаю настоящее удовлетворение. Ты создал меня наслаждаться, ты дал птицам крылья, чтобы летать. ты каждому животному дереву дал именно то, что служит в наслаждении рост и процветание. И мы поколение, которое живет в эпидемии незнания себя. Поколение, у которого украдено будущее. Мы говорим нет. Мы будем двигаться в твою мечту, в твое призвание. Открой нам, кто мы. И я молюсь, чтобы каждый здесь нашел свое наслаждение. Свое удовлетворение. И не важно, что это, пусть религиозное понимание не даст тебе, что у тебя только три пути. Хор, проповедь или там стихи рассказывал. В Боге Он даст тебе тягу и наслаждение в чем-то, что может быть даже за стенами церкви. Это абсолютно не важно. Он тебя таким создал. Ты соглашаешься с Его планом. Я не поставлю своих родственников выше мнения Бога. Мой Бог для меня Бог, не мои родственники мой Бог. И я подчиняю мою жизнь Ему. Даже при том, что все, кто являются моими родными, отказываются от меня. Я иду за тобой, Иисус. И пройдя этот путь, я знаю, нет лучше пути. нет лучше процесса. Да, в этом процессе боль, но эта боль приносит наслаждение и мудрость. Не бойся боли, бойся не своего места. Даже та боль, которая приходит, те испытания на твоем месте, они делают тебя лучше, глубже, шире, мудрее. Да. Спасибо, Папа, за эти 16 лет, за все, что ты делаешь внутри и снаружи центра. И мы верим, мы увидим поколение в окне Святого Духа. Люди, вошедшие в свои судьбы. Я благодарю тебя за эту конференцию. Благодарю тебя за каждого служителя, который принес свой элемент, свою изюминку. Мы благодарим тебя. Строй нас, меняй нас, мы в твоих руках. И все сказали, Amen. Yes. 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 Продолжение следует...